Меня зовут Надежда Ястакома. Я в 2011 году болела раком, рак прямой кишки. До этого я проходила химотерапию, радиацию проходила, радиацию и химотерапию вместе. Это очень было сложно для меня, для моего здоровья. Я себя очень плохо чувствовала. И после химотерапии и радиации мне сделали операцию. И после операции очень хороший был доктор. И она сказала, что мы все сделаем для этого, чтобы ты была здорова. И она с такой радостью пришла. Сказала, а потом через время, когда анализы сдала, она пришла такая взволнованная. Начала по палате так ходить и как-то не уверена. И она говорит, я не понимаю, почему, мы все сделали для этого. И я была уверена, что у тебя ничего нет. А оно пошло на почки, на печень, на желудок пошло, все метастазы. И она говорит, я не понимаю. Значит, мы делаем, которой я принимала химотерапию, два курса. Делаем стаб и усиливаем тебе химотерапию. А это было очень, для моего организма это очень сложная какая-то химотерапия. Но мне дали неделю перерыва. И за эту неделю перерыва я должна была прийти и начать эту химотерапию. А в это время друзья с Орегона приехали, говорят, поедем на Прелайн. А когда с дома я уезжала, то мне почему-то на дом провезли лекарство. И как посмотрела, пять тысяч стоит, небольшая бутылочка. И мне как-то в голову, конечно, это сатана дал, что говорит, ты что, если ты, мол, откажешься, ты будешь платить за это, это все на тебя долг ляжет. И я не очень хотела все, но была в тяжелом состоянии, мне все равно уже было. Я уже, конечно, хотела жить, потому что у меня шесть детей, и дети еще нуждались во мне. И мы поехали в ПСК. И когда служители помолились за меня, он очень коротко и сказал, что говорит, прости и иди, Господь тебя исцеляет. Процесс. И я это приняла. Так, ну, не очень серьезно. Ну, когда приехала домой, муж говорит, ты должна, ты веришь, что это служители Божьи? Ну, согласилась, я, конечно, верю, раз поехала, значит, верю. И когда он помолился, все, муж говорит, верь. И мы так стояли в вере, хоть я в сердце такого особо не было ничего, но действительно поддерживал муж. И я верила, что Господь исцелил меня, исцелил. Я уже чувствовала в себе, что мне намного легче. Я просто уже и кушала, и ходила, все. И я доктору сказала, что меня Господь исцелил, а он с мусульманом. А он говорит, окей, исцелил, говорит, иди на анализы. И так три раза было. Мы видели, что уже он, даже после первого раза, он неуверенный был, что исцелил или нет. Но мы твердо стояли, что Господь действительно исцелил. Он давал силы мне все это пройти. И когда после третьего раза, мы его видели, сдали, как он шел к нам в комнату, где мы находились. Он взял мою историю болезни и шел, и уже с такой радостью пришел и говорит, наверное, все-таки твой Бог исцелил тебя. Потому что за мою 38 лет моей жизни, говорит, я это вижу первый раз. Для меня это, как Мерикал, первый раз. Даже и переводчица была, и она неверующая. Она так возрадовалась, она начала кричать, слава тебе, Господь. И по сегодняшний день я сдавала анализы, все, у меня есть документы. И нету, даже признака нету, не брать во внимание, что у меня операция сделана. А так ничего, никаких болезней, ничего у меня нету. Я здорова, слава тебе, Господь. Я благодарю Господа.